Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем пристальное рассмотрение Google Docs и сегодня очередная порция секретов. Хотя еще раз, для кого-то они секретами не являются, но уж простите, не могу заглянуть в ваши головы и выяснить, что вы уже знаете, а что нет. Начнем мы с возможности редактировать документы Microsoft Office прямо в Google Docs без конвертации в гугловский формат. Ну то есть это фактически бесплатный Microsoft Office. Для работы нужно доустанавливать внешний плагин вот с таким названием. Он есть в магазине Chrome, а значит работает во всех браузерах на основе Chromium. Разработчик Google, плагин бесплатный. После установки он появляется в плагинах и отсюда же вы можете сразу создать новый документ Microsoft. Но не думаю, что это правильный алгоритм, учитывая, что панель инструментов тут крайне скудная. Скорее эта функция используется для работы с Docx, которые вам присылают для внесения каких-то правок и пересылки дальше. Документы Microsoft на диске отмечены вот таким вот значком и отличаются от Google Docs. Изменения автоматически сохраняются на диске и документ при этом имеет расширение Docx, то есть не конвертируется. А если вы его качаете, то качаете сразу Docx. И если закидываете на диск документ Microsoft, то сразу понимает, что это документ Microsoft. Но еще раз, функция эта удобна для присылаемых и пересылаемых дальше документов. Поскольку если нужно создать документ самому, проще сделать так. Создать обычный документ и скачать его в формате Docx. Кстати, обратите внимание, что скачать вы можете тут еще и PDF и даже EPUB. То есть Google Docs это еще и неплохой конвертер. А еще Google Docs достаточно неплохой, хотя и примитивный конструктор сайтов. Хотя, конечно, тут я загнул. Если вам нужен простенький сайт, лучше воспользоваться Google Sites. Ссылка в описании. А вот если вам нужно опубликовать какую-то одностраничную информацию в интернет, можно воспользоваться Google Docs. Вот тут есть замечательная закладка «Публикация в интернет». Опубликовать. И вы получаете ссылку на опубликованный материал, который выглядит вот так. Не очень репрезентативно, поэтому сейчас я чего-нибудь сюда накидаю, чтобы показать, как это будет выглядеть. А пока расскажу про область применения. Однажды лет пять назад мне нужно было сделать портфолио одного художника, чтобы отправить заказчику. Я тогда растерялся и сделал вообще в PDF и прикрепил к письму. Не самый лучший способ. Сделать вот такую штуку было бы лучше и проще. Тем более, что он подхватывает и активные ссылки. Если их как-то выделить, то это будет вообще меню или на худой конец оглавления. Вспомните первый сайт сэра Тима Бернарса Ли и поймете, что здесь у вас куда больше возможностей. И сайт будет куда более качественным, чем тот, с которого начался привычный нам интернет. Ну в общем активную ссылку надо как-то выделить. Сюда бы хорошо добавить заголовок. Кстати, он автоматически обновляет страницу в интернет, если вы вносите изменения на диске. Но не сразу. Он пишет, что каждые пять минут, но мне кажется чуть дольше. Чтобы показать, как это может выглядеть, если постараться, я еще раз переделал страницу. Но прежде чем показать финальный результат, скажу еще, что кроме ссылки тут можно взять код для встраивания, то есть iFrame и вставить его на сайт. Ну не думаю, что это кому-то понадобится. Если у вас есть доступ к сайту, можно сразу вставить информацию на сайт. Минуя гугл. Хотя если у вас динамическая информация и вам удобнее ее обновлять на гугл диске, может быть. Не знаю. Тут еще выглядеть все может некрасиво из-за настроек iFrame. Словом, решать вам, а страница наша после всех правок выглядит вот так. Она будет в сети до тех пор, пока будет у вас на диске. Если удалить и там, удалится и в интернете. Единственное, удалить надо и из корзины. Последняя опция-секретик, в отличие от первых двух, все-таки на мой взгляд ситуационных, пригодится почти всем пользователям Google Docs. Речь идет об отправке писем прямо отсюда. Нам нужна электронная почта и отправить по электронной почте. Добавляем адресата. Темой будет название документа. Здесь тело письма в случае, если мы прикрепляем документ. А прикрепляем мы его в любом из предложенных форматов. Например, в PDF. Кроме того, мы можем вставить сам документ в тело письма. Ну то есть написать письмо прямо отсюда. В первом случае адресату придет вот такое письмо с прикрепленным PDF файлом. А во втором вот такое. Весь документ будет как бы содержанием письма. И даже картинки никуда не потерялись. Как всегда за продолжение голосуйте лайками и комментариями. Ну и в целом подписывайтесь на канал. У нас тут много всего интересного и полезного. Если есть какой-то вопрос, набирайте в YouTube Вова Ломов и название сервиса. С большой долей вероятности я его уже разбирал. Если нет, пишите, разберу. Ну и любите друг друга.